Так, ребят, привет, с вами Flash, продолжаем играть в Rust, опять же, продолжаю свое кругосветное путешествие, лутаю бесконечно все дома, не знаю, у меня прям тянет собирать все эти ресурсы, но раз сервер это позволяет, почему бы этим и не заниматься. Все просматриваем, опять куча ресов, я представляю, если вдруг человек, который меня убьет, он просто офигеет от количества того, что у меня есть, реально бы сам бы офигел, если бы срезал бы такого чувака, опыта 30 тысяч угля, 9 тысяч металлических фрагментов, 20 тысяч из железной роды, ну это просто, да, капец, так чувачок лежит, вот, двух ударов убиваем, полтаем, у него нифига нет, так, ящик мы сейчас разрубим, давайте с Томпсонов, с гираж я патронов клепал, ага, так, Томпсон убираем, металл фрагменты, берем, уголь берем, дробовик, берем, камни берем, я даже не знаю сколько их здесь, но тем не менее, уберем, так, ну в общем, дальше я тут похудячу, ребят, опять же, чтобы не утомлять, потому что вы это уже сто раз увидели. Ну, ребят, очередной дом, открытый, пожалуйста, куча ящиков, опять смотрим, пусто, походу уже облутали, пусто, печка, пусто, это что, камни, какие-то бомжи, что ли, эти живут, что, как это расценивать, ну, хотя, спальник есть, открывается, ну, откройся, а, вот, открылся, ну, блин, короче, да, бомжеватые, ребята, тут живут, но тем не менее, видите, что, что все доступно, кто-то их уже обокрал до меня, короче, бред, полнейший бред серверами, ух ты, блин, я же испугался, думаю, нифига себе волчара стоит, вот это да, так, ребят, ладно, справа горы, статуя волка, я для себя сейчас зарисовочку сделаю, ага, меня выкинуло, отлично, вообще, четко, просто супер, 76 человек, сейчас посмотрим, где нас подключат, так, опять же, нажму на паузу, чтобы с неотомлять, вот, видите, уже при загрузке 10 тысяч значение стоит, до этого я, вроде, загружался было 3 или 5, что-то такое, так, ребят, ну, в принципе, я появился там, там, там же, где заснул, просто какой-то был дроп сервера непонятный, все, у меня сохранилось, я просто лежал, мир на травке, хорошо, что меня в это время никто не нашел, тут легкая радиация, ох, 200, нифига себе, уходим, уходим, у меня уже жизнь начинает отниматься, вообще-то я борщин волк, конечно, но волк реально страшный, все, радиация у нас снижается, все, ладно, леткий дроп был, я сейчас зарисовочку сделаю, дальше продолжим наше путешествие, так, ребят, ну вот, в принципе, я вот сначала попытался туда забежать, дальше, слишком крутая гора была, поэтому я возвратился обратно, я хочу вот тут вот по подножию горы, с этой стороны их обойти, получается, за гору, и там уже конец, опять же, острова и вода, и вот туда-туда, дальше уже постараться либо за этот пик, либо перед ним, и дальше уже будет видно, вот он волк этот, который я только что зарисовал, поэтому дальше продолжаем наше кругосветное путешествие, чтобы оценить размер карты, все, увидимся. Так, ребят, ну опять экшон, смотреть сюда, опять типо какой-то делают, вашу экономную постройку, под себя в один конец, куда-то он хочет подстроиться. Я сейчас его буду прекрасным образом снимать. Походу он засветился. Он что, спрыгнул что-ли? Мне бояться абсолютно нечего, я полностью энерго вооружен. Да, вот он. Он заснул. Вот прикол, он вышел с сервера. А, нет, подождите, опять исчез, что-то не обратил внимания. Вот он труп, да, да. О, ну приятный чувачок. Кто-то бежит. Ага. Давайте дробаш наш проверим. Ну, пустой чувачок, просто он меня немножко напугал, но тем не менее, зачем мне с ним связываться. Так, где этот... Вот овечок. Два шкафа, вот видите, чувачок подготовленный. Шкафик сразу, чтобы подстроился. Ко мне пять уймов. Подстроился и пошел спокойненько. Опять кто-то бежит, ребят. Это, походу, он здесь живет, что ли, не знаю. Ну, короче, он пытается постоянно выбежать и облутать свой труп, но я ему это, естественно, не дам. Выживает, как говорится, семь меньше. Так, ну шкафы мне его не нужны, в принципе. Ну, один можно взять, один, вместо чего, вместо какого-нибудь хрени. Вот опять я слышал, он выбежал, чтобы тысячу дерева все-таки не тратить на шкаф. Да, вот так все оставим, ну все это. Все, забирай, чувак, забирай. It's for you, it's for you. Я помню, что здесь живет, все, пускай забирает. Но буду его больше трогать. It's for you. Стоп, стоп, please stop. Please stop. Hey guy, please stop. Ага, я понял, он начинает меня долбить. Ну, со мной эти шуточки не пройдут. Используем бинт. О, все в порядке. Так, посмотрим, откуда он выбегает. Постоянно. Ну все, вроде больше не выбегает. А, нет, вот слышала я звук двери. Опять он выдержал. Опять он внизу там бегает, сейчас я вам его покажу. Я его слышу. По шагам. Короче, он где-то здесь появляется. Вон. Проверим свою болтовочку. Ну да, нормально, долбит. Так, как бы самому тут не разбиться, кстати. Не, нафиг не хочу рисковать. Не будем рисковать. У нас цель не себе другая, там у него вообще нифига нет, потому что... Ну, вот такой вот эпизод интересный, ребят. Чувак упорно пытался собрать свой лут. Так, у меня дробашей осталось. Можно дробашей еще протестировать. Нормально, долбит. Он вообще-то отсюда убегает. Отпущен. А, ну да, он в скале построил дом. Офигеть. Представляете, что за тип того хитрая. Он построил, короче, прям в скале дом. Вот это да. Офигеть. Вот это шкера. Очень солидная шкера. Жесть. Вот он опять выбежал. Я его вычислил. Я его гамону тепла, конечно. Что он там пытается строить? Ну да ладно, не будем ему мешать. Пускай живет своей жизнью. Все, увидимся, ребят. Короче, интересный эпизод в скале внутри. Заныкался. Кстати, прикольно. Это скала. Я никогда такого не встречал. Да, только с таким входом центральным. В общем, вот такой вот тут колоритный персонаж появился. Ну ладно, бежим дальше туда. За скалом. Увидимся. Ребят, упорный очень чувак. Я ему сейчас скину оружие. It's for you, gift. It's for you. Пускай. Он, правда, без патронов. Ну, тем не менее, ему будет приятно. Так, что, может ему что-нибудь еще скинуть? Если он за мной сейчас побежит. Дальше. Как собачонок. Он хочет бежать дальше. Да, все. Отстал. Ну, тем не менее, хотя бы Дарвашок ему подарил. Че 150 металлических фрагментов на дороге не валяются. Правильно? Говорит Флэш. Мне 9000 металла и 19000 руды. Да. Смешно. Ладно, увидимся. Прикол. Я, кажется, понял, куда я прибежал, ребят. Ничто не напоминает. Это вот этот дом на пике. Где я вот этот дом... А, это вот эта гостиница бешеная. Вот этот домик я подстроился. И вот этот, который начал тоже в воздухе достраиваться. Вот это пиковый дом. Ха, прикол. Короче, я уже начинаю возвращаться. А вот, кстати, мой дом. Он сохранился. Он опять появился. Реально его не было. Че за бред? Вот, видите, дом? Я сейчас открою. Хоть там и красный горит. Это мой дом, реально. И я сам свой дом могу насквозь смотреть. Смотрите, а дырь сейчас откроется. Вот, видите, потому что тут мой кодовый замок. Вот это прикол. А в печке я тут оставлял кучу руды плавиться. И вот она осталась. То есть, никто его не укра... Ну... Его никто не разграбил, оказывается. Вон он, мой спальник лежит. Тут у меня кое-какое имущество. Короче, оказывается, у меня все сохранилось. Вот это прикол. Да, интересно, интересно, конечно. Все сохранилось реально. Но при этом я сам свой дом вижу насквозь. Ну, такие вот дела. Слушай, немерено металла. Ну, опять же, я, наверное, все это сохраню. Себе заберу, облутаю. И построю дом все-таки в другом месте, когда уже закончил кургосветочку свою. Все, ребят, я облутаю этот все. Ну, короче, прикол. Вообще прикол. Реально, мой дом, я сам же могу и сквозь его пройти. И насквозь, и как угодно, короче. Ладно, все, увидимся. Так, ребят, ну, в общем, вот он, этот мыс, на котором на верхушке построено здание, да. Вот эти горы, которые я не мог с той стороны обижать. Я поэтому убежал здесь. Я сейчас попытаюсь между этим мысом, самым высоким, и вот этими горами, горами пробежать вот тут по центру и опять же мыс влево туда уйти, постараться обогнуть. Так, ребят, вот я слева мыс, вон он наверху. Просто увидел тут опять Галапупика. Справа горы. Вот я как бы в ущелье таком пытаюсь пройти. Увидел опять аборигена, бежащего куда-то, бегущего. Сейчас попробую его догнать и что-нибудь ему подарить. Ну, у него скорость, походу, очень быстрая. Он же налегке бежит, я-то загруженный под завязочку. Да, кстати, вес-то еще здесь нормально не работает, да, я... Вот, вот этот вес, да, 65 килограмм 255. То есть, по идее, там, 51 тысяча камня, там, 27 тысяч рублей, да. То есть, по идее, это нереально вот так вот тащить. То есть, я бы не смог бы уже вот так вот бегать с таким запаком. Как только вес активируют, то все, там, определенное количество только же можно будет носить. Так, ну ладно, тип, короче, куда-то смылся. Я продолжаю убивать мыс. Так, ребят. В общем, вот он, этот мыс высокий. Там те горы. Вот так я в ущелье вот там прошел, сюда пробегаю. Примерно туда мне бежать. Вот тут какие-то горы. Вот я увидел такой вот мост. Хочу по нему пробежаться и посмотреть. О, кстати, эти... Уже... Лед, лед плавает. Так, поэтому... Разбивать его нельзя. Пули какие-то вообще фиолетовые. А тут, типа, построил какую-то... Дверку с Томпсоном мы можем вынести. 290. Держится. Не, не уменьшается. Томпсона не хватает мощности, чтобы вынести дверь. Да. Поэтому побежим дальше. Ничего интересного здесь не нашел. У меня такое ощущение, что я скоро уже прибегу к тому месту, куда я начинал бежать. Так, ну ладно, все, увидимся. Так, ребят, очередной экшен. Опять я вижу дырявый дом, и там бегает человек. Который, опять же, еще не подозревает, что я его вижу. Два человека. Одни надеты, други раздеты. На верхушке. Вот там вот находится мыс. Вот там, вон, видите, такой силуэт. Вот я так немножко бежал, 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 и вот на что набрел. И опять же, я не вижу никогда шкафов почему-то. Я бы шкаф разбил, бы спокойно мог достать отсюда. Без пизде. Но при этом шкафу я не могу, что я не смогу никуда допрыгнуть. Максимум, куда я смогу допрыгнуть, это до этих печек, которые ждутся. Поэтому сейчас мы, наверное, этих ребят поснимаем. Все мне делать нефига. Видите, они нас не видят вообще. Бегают, что-то бегают. Я же не знаю, с чего лучше его снять. Спальников, опять же, я не вижу. Двери открыты. Смотрите, оставляют. Вообще не боятся никого. Так, мне кажется, сначала лучше снять все-таки, который в одежде. Вот этого типка. Потому что он более одетый. Все. По каждому повысилу и все. Готово, ребятки. Так, что у нас тут металочка. Возьмем чуть-чуть. Корошку. Патронами эти не нужны. Грабаш мне не нужен. Тут что? Тут интереснее. Дерела много. Так, вот они опять появились. Мы их опять снимаем. Не везет, так не везет, ребятишка. Так, а где тот труп? Все, что? Там что-то много. Было еще много всего. Да, ребята, конечно, в недоумении. Ребята, просто в недоумении, но... Это сервер, ребят. Это такой сервер. Не надо сильно переживать. Все равно у нас много чего не украдут. Они все не могут понять, что происходит. Их тупо отстреливают. Сейчас потушим печки их. Облутаем. Нельзя давать им просыпаться. Где ты, печечка? Открывайся. 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 Дерела есть. Забираем. Теперь просыпаются. В надежде. Ну, это глупы сервера, ребят. Не обессудь. Сейчас конечно не очень убеятся. Чувак просто убежал. Я думаю, что это чит. Короче экшен начинается, ребят. Очень серьезный экшен. Очень серьезный экшен начинается. Эти бесконечно спамнятся. Там еще какой-то вдалеке типок меня увидел. Вот он. Вот мы его красивенько сняли. Ребята суетятся конечно. Так, ну вот этого интересно посмотреть кого я снял. Вот это экшен. Реально смешно. Я чувствую себя каким-то читером. Ну ребят, так не надо со мной. Как со мной не надо обращаться. Опять скоро патроны у меня не кончатся. Так, мы на болтовочку нашли. Так, ребят, я сейчас поменьше говорю, потому что я реально спалюсь за всем тут. У меня эти тоже типы не сняли. Я плюс у них печку хочу немножко облутать. У них трупов этих уже. Они все пытаются меня тут как-то убить. Ха-ха-ха. Так, еще вот эту печечку надо облутать. У меня. Блутово. Блин, я реально, извините что я молчу. Я просто палюсь за всей ситуацией. Так, они меня сейчас не видят, да? Да, вот. Еще там что-то. Они прохавали все. Сейчас будем выбрать их на ящике. А тут нифига нет. О, порох. Отлично. Порох. Все тут берем. 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 Это ради прикола, ребят. Просто ради прикола. Когда мы еще так сможем поглубиться. Убрасываем. Что у меня не случайно. Что не случайно меня тут не начали еще кромсать. Так, вот этот ящик посмотрим. А, ну мы его уже смотрели. Так, ну все. Больше я ни докуда не достану. В принципе можно его оставить уже в покое. Наверное так. Такой десант они, смотрите, прыгают. Просто вот с болта стоять. И стрелять по него. Так. Начинается появляться. Начинает появляться уже фундамент. и все пытаются у меня как-то выловить. Их можно снимать вообще только когда они появляются. Это реально орд. Это просто орд. Это просто орд. Когда еще так можем поглубиться я даже не представляю. Их можно. Их можно. Ой, ужас. И фундамент, кстати. А, вот. Фундамент начинает появляться. Как будто непонятно. Это реально такое издевательство. Ребят, извините, пожалуйста. Но я не хотел. Так, вот до этих ящиков жалко мне будет. Я стою. Очень жалко. Как он, ребят? Ну хоть немножко болтовочку. Попробую, так сказать. Ребята очень стараются. Очень пытаются. Я, получается, у них стою где-то в фундаменте. И они мне не могут понять, откуда я их полю. Вообще, как я бегаю внутри дома. Надо на болтовочку. Работает. Как нельзя лучше. Двери закрывает, открывает. Не бежалко. Ой, вот это я кипишу им навел, конечно. Блин, жалко нету где авторизоваться. Я не могу понять, где можно авторизоваться. Как контракт. Реально с этим, со сломом играет. Ой, божечки. Опять, еще один проснулся. Сколько что-то только попьешь. Они сейчас, наверное, устанут уже. Появляться. Господи, сколько что-то трупов, а. Все, они поняли, что, короче, это какой-то бред. Я даже не читаю чат, но они там что-то пишут админ зер. Они думают, что это реально читер. Ну, тем не менее, это не чит, ребят, это баг. Сейчас все поступают. Как я. Так, опять проснулся. Все-таки мне надоело. Реально мне надоело. Куда мы побежали? Куда мы побежали? Куда мы побежали? Куда мы побежали? Ох, жалко шкафа нету. Я буду покуражиться. О, есть ящик разбитый. Точно. Может быть, оттуда лутка попадает. Нифига у него перезаряд. Если, короче, вот так клацать. Не, не упал. Перезаряд, если нажимать, смотрите, если перезаряд. Не, ничего не падает, к сожалению. Печка также разрушается. Тоже можно? Да, тоже печку можно разрушить. Так, а эти ящики я упал. А, ну да, эти же я упал. Да, еще по-моему, все осталось. Так, ну-ка, Типало, собери, как тут все, то, что у тебя валяется, и я тебя убью. Будет сгорать, да? Загорает, да? Там вам их из виду не пускай. Когда они уже втроем, тут ты за ними просто не следишь, как зайцы разбегаются. Пусть их всех сразу завалить. Так, 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 они уже поняли, где они кажутся. Ничего не собрали? Ничего не успели. Ничего не хотят собираться, чтобы тут на помощи же все поисчезает, ребят. Ничего, собирайте быстрее. Печки эти тоже порушить. Так, кто-то по снегу идет. Кто-то по снегу шел. Вот это у них кипиш, я не представляю. Можно реально тут бесконечно этим заниматься. Это так легко. Потому что такого арета когда еще появится. Что-то мне круглосеточка затянулась. То есть ребята просто жили на какой-то опушке. И никому не мешали. Это, по-моему, какой-то флеш, который просто разносит в пухту трах ихний дом. Все ихнее имущество. На болтовочке патронов хватает, слава богу. Так, ну они, короче, из дома. А, вот они мне пишут. Флэкспаков. Они, наверное, спалили мой ник уже. Спалили мой ник, короче, пишут. Не знаю. Ну, по идее, за это бан. Ну, что бан? За что нафиг бан? Это же банк игры. Я не виноват. Я же как бы новенький игрок. Я иду, дом открыт. Почему бы не пострелять? Я же не знаю, что это банк. Я же не багаюзер. У всех такие полуоткрытые дома. Они ребята пытаются вокруг дома ходить. Так, ну ладно. Наверное, пора их все-таки оставить спокоен. Так, ну ладно. Наверное, пора их все-таки оставить спокоен. Напоследок. Снимем. Ну все, в принципе, ребят. До свидания. Так, побежим дальше. Ну все, ребят. Надеюсь, вам было интересно. уже 31 минута. Опять же все. Заканчиваю это видео. Круглосветочка. Увидимся уже в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok